МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие телезрители, на календаре 31 марта в эфире программа «День веков-хронограф». 31 марта 1945 года в концлагере Равенсбрюк была казнена Елизавета Кузьмина Караваева. В монашестве мать Мария, русская поэтесса, участница движения сопротивления во Франции. Елизавета Юрьевна, так звали в миру мать Мария, появилась на свет в Риге в 1891 году. Лиза родилась с таким серьезным заболеванием, что ей пришлось сразу делать серьезную операцию. Через несколько дней во время крещения она захлебнулась в купеле, и ребенка второй раз вернули к жизни. Всю свою последующую жизнь Елизавета Юрьевна подвергалась много раз страшным опасностям. С ранней молодостью она была уверена, что ее ожидают мучения, мытарства, мучительная смерть и сожжение. Еще девочкой она стала задумываться над вопросом, в чем правда и есть ли она. Кончина отца вызвала в ней страстный протест против смерти, как мировой несправедливости. В 15 лет она стала интересоваться литературой и искусством, бывать на литературных вечерах, на одном из которых выступал и Блок. Так завязалась их дружба. Вскоре вышли из печати ее первой книги «Скифские черепки», «Юрали», «Руфь». После революции Кузьмина Караваева с двумя детьми эмигрировала сначала в Константинополь, в Югославию, а потом в Париж. За границей встретила их очень тяжелой нужды. Жизнь в эмиграции, нищета, смерть любимой дочери усилили ее стремление к монашеству. Она приняла постриг в церкви Парижского богословского института с именем Мария, в честь преподобной Марии Египетской. В 1932 году мать Мария поехала в Латвию и Эстонию и посетила тамошние женские монастыри. Как странно, именно в Тюктицкой обители еще в советское время были сняты многие кадры фильма о ней. С начала Второй мировой войны мать Мария приняла деятельное участие в движении французского сопротивления в Париже. В феврале 1943 года ее арестовали вместе с 18-летним сыном Юрием. Мать Марию отправили в лагерь Равензбрюк. 31 марта 1945 года мать Мария пошла в газовую камеру вместо одной из отобранных фашистами девушек. До победы осталось всего лишь два месяца. Как человек глубоко верующий, мать Мария не боялась смерти, потому что для нее смерть означала встречу с Богом, к которому она стремилась всей душой и шла всю жизнь. Примерно за четверть века до гибели в одном из писем Блоку Кузьмина Караваева признавалась. «Я ищу тяжестей», – пророчествовала она и о том, что ей предстоит быть сожженной и погребенной в общих гробах. Русский философ Николай Бердяев так сказал о ней. В личности Матери Марии были черты, которые так пленяют в русских святых женщинах. Обращенность к миру, жажда облегчать страдания, жертвенность бесстрашие. 31 марта 1872 года родилась известная революционерка и советский дипломат Александра Михайловна Калантай. Генеральская дочь. В 16 лет она получила диплом учительницы. Отец уже подбирал ей именитого жениха из окружения императора Александра Третьего. Однако Шурочка выбрала себе другой путь в жизни. Порывистая, темпераментная, самостоятельная, она сначала примкнула к меньшевикам, а в 1915 году вступила в партию большевиков. До 1917 года была в эмиграции, а в феврале вернулась в Россию и сразу стала членом исполнительного комитета Петросовета. После Октябрьской революции стала наркомом государственного призрения. С 1923 года стала советским дипломатом. С 1930-го 15 лет Александра Михайловна провела в Швеции. В 1945 году стала советником Министерства иностранных дел СССР. Тут феминистки вполне вправе ею гордиться. Калантай должна была быть принята королем Хоконом VII и изобрела для этого немыслимый наряд, который был призван заменить для женщины обязательной в этих случаях для послов Ра. Калантай – первая в мире женщина-посол. А она считала своей заслугой то, что сумела поставить вопрос равноправия мужчин и женщин. Александра Михайловна умерла в 1952 году. 31 марта 1968 года президент США Джонсон объявил по американскому радиотелевидению об ограничении бомбардировок Вьетнама. Также он сообщал о согласии начать переговоры с Демократической республикой Вьетнам. До конца октября стороны провели 28 бесед в целях достижения договоренности о полном прекращении американских бомбардировок и других актов войны против Демократической республики Вьетнам. Сегодня 31 марта. Вы смотрите программу «День веков хронограф», а теперь о событиях в социальной сфере. 31 марта 1833 года в Петербурге открыт дом презрения трудящихся, устроенный на средства Анатолия Николаевича Демидова. Это было первое в столице заведение такого рода. Как свидетельствует перечень пожертвований, сделанных родом Демидовых, государству и общественным учреждениям, на учреждение дома трудолюбия сам уральский заводовладелец Демидов выделил в 1830 году 500 тысяч рублей. Это было необычное благотворительное учреждение для бедных. Согласно уставу, главной целью этого дома было бедным лицам женского пола свободного достояния доставить способы к производству рукодельных работ, посредством которых они могли быть честными и полезным образом снизкивать содержание себе и своим семьям. Желающим трудиться дом предлагал инструменты и материалы, а также и сбыт их произведений. Здесь их, кроме того, и кормили. Вскоре после открытия Демидовского дома один из его попечителей, Чертков, заметил, что семейных тружениц часто отрывает от работы необходимость попечения о малолетних детях, которые оставались дома без присмотра. Когда Чертков обратился с просьбой к Демидову о создании убежища для детей. И Демидов откликнулся. В 1837 году в этом благотворительном учреждении открылись детские комнаты, первый в истории России детский сад. В 1839 году при Демидовском доме открылась бесплатная столовая для бедняков. Билеты для входа в столовую покупались благотворителями. Богатые петербуржцы раздавали эти билеты беднякам вместо милостыни. Со временем дом Демидова все больше превращался в женское учебно-воспитательное заведение интернатного типа. А в 1843 году здесь была открыта профессиональная школа для девочек. Ежегодно Демидов выплачивал на воспитание девушек 12 тысяч рублей. В школе девочек обучали закону Божию, русскому языку и арифметике, а также навыкам будущей работы. И качество подготовки было там достаточно высоким. Выпускницы по высочайшему разрешению даже получили право открывать собственные мастерские и профессиональные школы, а также держать свои магазины. Работы демидовских учениц удостаивались больших наград на международных выставках в Брюсселе, Копенгагене и Чикаго. Кстати, со временем было забыто первоначальное название дома «Дом презрения трудящихся». Он стал называться просто «Домом Анатолия Демидова» в память о своем основателе. А в начале 20 века – демидовскими учебно-воспитательными заведениями. Пример Демидовского дома в 19 веке стал образцом для многих других учреждений трудовой помощи. Из 1882 года в России началось широкое распространение таких заведений. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok